У нас небольшой скандал случился в культурном сообществе, в писательском, от того, что такой украинский писатель, очень давно он в Западе живет, Андрей Курков, известный, он был одним из первых мейнстримовых, таких известных на Западе и в мире украинских писателей. То есть в этом плане он заслуженный человек. Он поучаствовал в общей панели с Машей Гасси в Нью-Йорке, в той панели на том фестивале. В Канаде, в Торонто. А, в Канаде, да, в Торонто, да. Отказались ранее до этого участвовать наши другие писатели, год еще назад. Я даже не про этот скандал. Знаешь, это про полное отсутствие каких-то элементарно биологических, человеческих качеств, даже в самых, что у него есть, хороших, замечательных русских. Вот я почитал так бегло, бегло конспектом этого разговора, спасибо, там украинское издание Бабель сделало, и меня поразило, а там, да, там, ну, то есть все, как бы более-менее, меня, знаешь, что поразило, да, и что вот эта характеристика и приговор, я бы сказал, настоящий просто русским как нациям. Сейчас, сори, я тут еще-еще-еще, еще-еще-еще-еще, еще-еще-еще. Вопрос, вопрос про, ну, то есть вполне себе такой вопрос понятный про последствия долговременной войны, ну, вот-вот-вот такого, свой-то-е-мое, сейчас-еще-еще-еще, сейчас, я очень извиняюсь. У меня не хватило сил прочитать, вот у Сергея хватило, я открывал, я прочитал зачем-то. Я сейчас, я сейчас, в общем, я просто вспомнил, как мне, пока ты ищешь, я расскажу, я просто вспомнил, как это Маша Гессен, якобы американская журналистка там и так далее, как она вместе с Муратовым, якобы Нобелевским лауреатом, якобы редактором, якобы демократического издания «Новая газета», бежали, бежали из зала в Нью-Йорке, где вручали журналистскую премию в 22-м году, как только речь зашла об Украине, они встали и убежали, встали и убежали. Это видели Сергей Мусаев, видели другие наши журналисты, которые там были, там девочки были, вот, получали премию, это был такой позор, да, и что же за нелюди такие, что у вас даже никакой Америки ты не вылечишь, хоть на Северный полюс вас отвези, хоть на Южный. А, вот, я нашел, я нашел, это меня просто образит. Ну и, как бы, Маша, вы как, я с украинского буду приводить, просто, вы как внимательный наблюдатель, что вы как внимательный наблюдатель думаете про долгосрочные последствия этого конфликта? Конфликта. И вот, что Маша Гессон отвечает. Хорошая русская. Я уже говорила, что нам повезло, что мы можем освещать эту войну. опыт освещения обеих войн в Чечне помог мне писать про войну между Россией и Украиной. Мне посчастливилось, что подростком я изучил английский язык, поэтому могу писать по-английски, иметь великую, иметь большую аудиторию и ощущать себя специалистом. Что может быть лучше? Война, война помогла Маше Гессон, помогла Ваше Маше Гессон написать книги по-английски, стать популярной, бестселлерной какой-то писательницей. Я даже открывать не буду, это 100% макулатура графоманская. То есть, Маша, 3 доллара и наша. Маша и Маша. Это же как бы лучший иллюзий. Что война? Что может быть? Ну, что? Это вот смотри. Это две грани одного стакана. Маша и Медведев. Понимаешь? Медведев, значит, геноцид олицетворяет, ненависть и так далее. А Маша олицетворяет бенефицаров этого геноцида. С другой стороны океана. Вот такая она туда пересела и такая, ой, а что нам тут на обед принесли? Украинских детей. А это что у нас тут вот? Ой, смотрите, как все вкусно. Сейчас я еще томик напишу. Сейчас книжечку напишу про Путина. Про кого-нибудь еще книжечку напишу. В этих книгах не читайте Машу Гессон. Там ни слова правды точно нет. Если она кайфует от того, что ей позволила жизнь, дала такой шанс через наши страдания, через эти смерти и чеченцев, и украинцев, дала возможность ей стать известной. Маша, твою известность тебе в глотку. Вот со всей дури. Какой, господи, позор. Пен-клуб. Что это за пен-клуб такой? Что это за... Извините, я даже не хочу тут каламбурить никуда. Да, прости, Серега, я... Спасибо, что зачитал это. Вот, как я говорил, что... Не стоило Куркову с ней садиться на один гектар. Ну, анти-люди. Вот она сама, кстати, сказала, что она как небинарной личности просила называть ее во множественном числе. Да? Вот я ее... А я бы назвал в среднем. А ну, понимаешь? А я во множество обращусь. Вот эти Маши Гессен, раскиданные по всему миру, они и есть люди, главные зрители, описатели вот этих вот побоищ этого геноцида и так далее. Да, они на нашем геноциде, на геноциде украинской нации, себе и книжек, и премий, и аплодисментов себе настругают, да? Вот. И чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. И у них, вот знаешь, даже когда они говорят, тут не нужен перевод ни на какой язык. Даже по тому, как строятся фразы, понятно, что там нет эмпатии, там молекулы эмпатии нет никакой. То есть они просто нас препарируют, да? Как такие. А Маша Гессен, это как патологоанатом в Аушвитсе. Вот иначе я ее никак не назову. Которая сделала... Я написала несколько медицинских книг. Очень интересно было разбираться в трупах, в детских трупах. Очень познавательно такого шанса я бы не получила в обычной жизни. Да, это прекрасное... Это время возможностей.